А другое хорошее воспоминание с чемодана – это мое участие в конкурсе «Учитель года». Чемоданчик воспоминаний учительницы английского языка Эгуля Хмадиева собирает вместе с учениками. В нем хранятся как достижения самого педагога, так и школьников. Одна из бывших учениц подарила свою мантию выпускника. Девочка в 10-м классе училась в Америке по программе обмена в городе Ситка, штат Аляска. Это ее настоящее, я говорю, а тебе не жалко, она говорит. Я думаю, вам будет интереснее, если вашим ученикам это показывать. То есть это то, в чем выпускаются выпускники американской школы. Еще студентка Эгуля Хмадиева пришла в гимназию и уже 22 года преподает английский язык. В юношестве вопроса, на кого учиться, у нее не возникало. Еще в школе она поняла – хочет быть учителем. Сама Эгуля Хмадиева училась на отлично, хорошо знала все школьные предметы и окончила школу с медалью. Знания в разных областях помогают ей вести уроки. То есть на уроки мы затрагиваем и географию, и историю, и математику, и искусство, и физкультуру, спорт, все что угодно, физика, химия, просто это все на английском языке. А мне все это было интересно. И я вот сейчас понимаю, почему я действительно стала именно учителем английского языка. Эгуля Хмадиева ездила в Вашингтон, бывала в университете Пурдью, штат Индиана. С учениками они сделали проектную работу, связали подушки, как в Британии. Там их кладут на подоконнике, чтобы не поддувало. И в результате работы получились четыре игрушки. Очень люблю смотреть ютуб, ютуберов. И одна из них рассказала, что в Британии, так как у них нет постоянного отопления, у них же не так холодно, как у нас, у них специально продаются такие игрушки, которые ставят на подоконник, чтобы ветер не дул из окна. И меня так заинтересовало, я предложила своим нескольким ученицам, давайте мы тоже попробуем заняться и что-то такое сделать. Айгуля Хмадиева стала победителем национального проекта образования и 5 октября поехала в Казань, чтобы получить заслуженный приз. Своих учеников она учит тому, чтобы настрой на учебу и в жизни всегда был позитивный. Когда ты понимаешь, что жизнь, она не там и не там, а вот здесь, безусловно, у тебя появляется позитив вайпс. У Олеси Некрасовой, учителя истории и общества знания в 21-й школе, подход к обучению прагматичный и справедливый. У меня личный принцип такой, что учитель всегда прав, а пункт второй, если учитель не прав, то смотри пункт первый. Ее ученица в этом году сдала ЕГЭ на 100 баллов. Изучение предмета истории и общества знания в 21-й школе профильное, поэтому никаких дополнительных занятий не нужно. Главное – слушать учителя на всех уроках. Ну вот Ангелина, которая в этом году набрала у меня 100 баллов, когда она мне написала, Олеса Аркадьевна, у меня 100 баллов, я, честно говоря, плакала. Вот, и действительно искренне была рада за нее. Олеся Аркадьевна начинала работать как учитель младших классов, а затем прошла переподготовку и начала преподавать историю и общество знания. Стаж ее работы – 31 год. Она прививает своим ученикам уважение к учителю, ответственность и серьезное отношение к предмету. Требую именно от них ответственности. Если даже ребенок не готов, то ты неси ответственность за то, что ты не приготовился. Там не дергай кого-то по сторонам, не списывай, а неси ответственность за то, что ты не готов. И Олесу Аркадьевну, и Айгуль Мисхатовну ученики уже поздравили. Предметов в школах много и все разные, но любому учителю всегда важно видеть плоды своих трудов, успехи их учеников. Рената Саидгораева, Семен Егоров, Новости Юго-Востока.